Ким Ин Джон. Так я женился на антифанатке. Ненависть. Истинное счастье — это когда ты можешь защитить то, что любишь. Так он считал. Глава первая. Звезда молочного цвета. Зал прилета в аэропорту Шанхая заполнен людьми до отказа. Все пришли, чтобы увидеть Ху Джуна, кей-поп, звезду мирового масштаба. Едва он в сопровождении персонала появился в распахнувшихся дверях, встречающие тут же взялись за камеры и принялись снимать. Оглушительная череда щелчков фотоаппаратов наполнила просторный зал аэропорта будто пушечными выстрелами, а вспышки взрывались со всех сторон, словно фейерверки. «С приездом, Ху Джун! Посмотри сюда, пожалуйста! Ты сегодня выглядишь нереально круто! Ху Джун, концерт точно будет потрясающим!» Отовсюду наперебой звучали голоса китайских фанатов, и они говорили на корейском языке. Их столь сильная любовь трогала Ху Джуна до глубины души. На секунду он даже ошибочно решил, что он прилетел не в Китай, а домой, в Корею. Незадолго до этого ему пришлось покинуть устроенную агентством по случаю Рождества вечеринку, потому что накатили чувство подавленности и плохое самочувствие. Но, услышав этот шквал аплодисментов, Ху Джун невольно задумался, а что было бы, откажись он от поездки. «Добро пожаловать в Шанхай, Ху Джун! Рада тебя видеть, Ху Джун!» Повсюду развивались огромные транспаранты с надписями на корейском. Фанатские таблички в руках встречающих с текстами, наполненными любовью и страстью, образовали настоящее море. Толпа волной устремилась к Ху Джуну. Под обрушившейся лавиной вспышек камер, Ху Джун опустил взгляд в пол и шагнул вперед. Полиция мгновенно выставила охрану и расчистила дорогу. «Ху Джун, посмотри сюда!» За спинами полицейских кричали фанаты, каждый из которых отчаянно пытался дотянуться руками до звезды. Ху Джун же всем широко улыбался. «Боже мой!» «Во и джи зай дэн нилай». Перевод с китайского. «Я так давно тебя ждала». Возгласы запыхавшихся фанатов на иностранном языке поначалу казались ему чуждыми, но теперь он к этому привык. Незнакомые и слегка странные китайские фанаты теперь виделись ему друзьями, живущими с ним под одной крышей. «Проклятие!» Раздался женский крик где-то позади. Ху Джун обернулся и с удивлением обнаружил, что фанаты порвали оградительную ленту и ринулись за ним. В результате несколько человек не устояли под натиском толпы и упали на пол. Заметив это, Ху Джун поспешно подошел к ним. Несмотря на то, что телохранители пытались его остановить, он помог подняться упавшей девушке. «Се-се». Перевод с китайского. «Спасибо». Стоявшие рядом поклонники, которые сами едва не упали, ошеломленно приветствовали Ху Джуна. «Ань-сю-ан-ди-и». Перевод с китайского. «Безопасность превыше всего». Прищурившись, сказал фанатам Ху Джун и неторопливо покинул зал прилета. Он благополучно вышел на улицу и сел в машину, заранее подготовленную для него персоналом. Когда автомобиль тронулся, Ху Джун равнодушно принялся осмотреть в окно. Вдруг водитель вздохнул и что-то пробубнил на китайском. «О чем это он?» – спросил Ху Джун, сидящего рядом менеджера, совершенно не понимая слов водителя. «Кажется, фанаты снова взяли машину на прокат и сели нам на хвост. Не дай бог в аварию попадут, проблем тогда не миновать». С тревогой отозвался Джихян, опустив стекло окна и выглянув наружу. Ху Джун открыл банку газировки, засунул в нее соломинку и, потягивая напиток, обернулся через плечо. Множество машин проносились мимо, игнорируя полосы движения и скоростные ограничения. «В прошлый раз они заблокировали нас спереди так, что ты чуть не вылетел из кресла. Лучше пристегнись на всякий случай», – сказал Джихян, потянувшись к ремню безопасности Ху Джуна. И добавил, застегнув ремень. Сколько раз уже такое было? Ху Джун откинулся на спинку кресла, держа соломинку во рту. «Безопасность превыше всего, тебя это тоже касается», – сказал Ху Джун менеджеру. Оторвавшись от преследующих его фанатов, Ху Джун добрался до шанхайского стадиона, где завтра должен был состояться концерт. Фанаты уже разбили палатки у входа и выстроились в длинную очередь, чтобы первыми занять места у сцены. «Вот это вереница. На огромную змею, похоже», – тихонько пробормотал Ху Джун, глядя в окно на фанатов. «Змею?» – с любопытством спросил Джихян, пододвинувшись к Ху Джуну. «Ага, змею, которая меня сожрет и не подавится». «Боишься?» Джихян посмотрел в окно, после чего обеспокоенно взглянул на Ху Джуна. «Им придется очень постараться, чтобы меня сожрать», – улыбнулся тот. Джихян ослепительно улыбнулся в ответ. Он похлопал друга по плечу, после чего вернулся на свое место, а Ху Джун продолжил смотреть в окно. Еще некоторое время, равнодушно поглазев на фанатов, Ху Джун достал телефон, чтобы узнать прогноз погоды в Шанхае. Не ожидаются ли дождь или похолодание. Для него это было очень важно, ведь плохая погода ночью может навредить здоровью поклонников. Огненные вспышки на сцене открыли композицию, завершающую концерт. Под высокие ноты электрогитары финальная песня разносилась по огромному стадиону. Пушки с золотым конфетти, установленные на сцене, томились в ожидании, чтобы выстрелить и усеять золотом все вокруг. После белоснежных фейерверков это должно было сделать кульминацию еще более великолепной. Весь мократ пота, Ху Джун под шквал оглушительных аплодисментов поднял голову и посмотрел на сияющую золотую пыль, летевшую с неба. В разрезе рубашки свободного кроя была видна его тяжело вздымающаяся грудь. Она блестела, словно алмазные доспехи в лучах солнца. Исполнив еще несколько песен на бис под грустные крики поклонников, расстроенных окончанием концерта, Ху Джун спустился со сцены. За кулисами его уже ждал Джихян. Менеджер протянул певцу бутылку холодной воды и сухое полотенце, на котором коряво было вышито имя Ху Джуна. «Должно быть, фан-клуб подготовил специально для этого выступление», – подумал он. «Завтра после концерта возвращаемся в Корею», – спросил Ху Джун у Джихяна, вытерев с лица пот, открыв бутылку и сделав глоток воды. «Эх, не знаю, отдавать тебе это или просто выбросить», – сказал Джихян, заранее глубоко вздохнув. «Что там? Разве ты спрашиваешь не для того, чтобы отдать? Давай, показывай, что там». Ху Джун отпил еще воды и протянул руку менеджеру. Джихян немного скривился и с неохотой отдал конверт. Продолжая пить воду, Ху Джун открыл конверт и вынул открытку. Внезапно он помрачнел. Джихян и глазом не моргнув, забрал конверт. «Ты до сих пор не можешь забыть. Просто притворись, что не заметил этого». Джихян повернулся, сжимая конверт и открытку в кулаке с такой силой, будто хотел превратить их в пыль. Ху Джун не дал ему этого сделать. Он быстро выхватил карточку из его рук, открыл ее серьезным лицом, принялся рассматривать. «Неужели ты?» В глазах Джихяна читалось беспокойство. Ху Джун, не отрываясь, смотрел на открытку с надписью «Приглашение». Мрачное выражение застыло на его лице. Рождественские мелодии все еще звучали на улицах. Вне зависимости от того, прошел ли праздник, эти песни продолжали играть, потому что идеально подходили для создания хорошего настроения в зимнее время года. Однако в этот раз они будоражили, гиньон, до глубины души. Даже в празднике, когда все вокруг отдыхают, она не могла расслабиться ни на минуту. Ее надежда разобраться с делами и отправиться на долгожданную вечеринку по случаю окончания года разбились о скалы очередного поручения. Начальница отправила освещать мероприятие. Рэпер Джей Джей из музыкальной группы «Соул» разослал многим СМИ приглашение на церемонию открытия своего клуба «Бенни». В офисе журнала все долго спорили, кого же отправить туда, и каждый хотел избежать этой участи. В конце концов, решили, как всегда, повесить неприятное задание на простушку «Гиньон». «Гиньон» получила такое прозвище, когда еще были в моде клички в стиле «TVXQ», «TVXQ», «DBSK», «Дон», «Бен», «Шин Ки» – южнокорейская поп-группа «Ныне дуэт». У всех в редакции журнала были прозвища, отражающие конкретные личностные характеристики. У начальницы Мунхи, злыдня Мунхи, Сухвана, близкого друга Гиньон, называли «красавчик Сухван» и так далее. Однако Гиньон для всех прослыла простушкой. Пока злыдня Мунхи все праздничные выходные развлекалась, Гиньон усердно трудилась, задвинув отдых на задний план, чтобы успеть завершить проект вовремя. Ей это удалось, однако ее усилия никто не оценил. Начальница присвоила работу себе. Она стерла имя сотрудницы с макета проекта и передала как собственную идею. Узнав об этом, Гиньон уже не могла контролировать подступающий гнев. Казалось, она вот-вот лопнет, и взрыв этот по мощности не уступит большому взрыву. Отсылка к теории большого взрыва. Общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной. Как вы могли так поступить, не спросив у меня разрешения? Это уже не в первый раз. — С чего ты это взяла? Думаешь, если хорошо написано, значит, непременно твоя работа? Откуда такая уверенность? Есть доказательства. — Этот проект и есть доказательства! — закричала Гиньон. Она смотрела на мунхи глазами, сверкающими словно пламя. — С какого перепуга ты тут на меня орешь? Смотрю, заняться нечем. Сейчас исправим. Церемония открытия клуба на тебе. Даже не знаю, в который раз это повторяется. Сколько еще работа она себе присвоила, пока никто внимания не обращал. Крутилась в голове Гиньон. Несколько человек в команде знали, что именно Гиньон выполнила тот проект. Но заступаться за нее никто не стал, потому что не хотели вмешиваться в то, что их не касается. Гиньон расстроилась из-за такой несправедливости. У нее уже не осталось сил, чтобы продолжать спорить, доказывая, что работа, которую она сделала сама, действительно принадлежит ей. Девушка ушла и вместе с репортером Сухваном отправилась в клуб Бенни освещать мероприятие, как и поручила мунхи. Как такому ужасному человеку, как она, достался пост руководителя? Как можно считать себя лидером, бессовестно воруя работы своих подчиненных? Не провести ли нам в следующем месяце тайное расследование и вывести мунхи на чистую воду? Ты тоже поучаствуй. Или будешь ждать, пока она и твой проект украдет? Забудь. Иначе ты этим расследованием себе смертный приговор подпишешь. Сказал Сухван и похлопал Гиньон по плечу. Даже если придется уволиться, я одна к одному не пойду, обязательно утащу ее за собой. Сжав кулаки и скрипя зубами, процедила Гиньон. Они остановились перед вывеской с надписью Бенни. Гиньон встала, широко расставив ноги для пущей уверенности. И уставилась на вывеску, будто гипнотизируя ее. Настроение у девушки было отвратительное, но ей все равно придется собраться и сделать репортаж про человека, который ей не нравился. Даже вывеска его клуба была ей ненавистна. «Хорошо, идем хотя бы на сцену посмотрим. Отснимем хоть какой-нибудь пробный материал». Сухван сделал снимок Гиньон, уже надувшийся, как воздушный шар. Потом он сделал еще несколько снимков мигающей вывески Бенни, после чего они вдвоем спустились по узкой лестнице, ведущей прямиком в клуб. Внутри уже было немало репортеров из других журналов. У всех на лицах читалось недовольство, будто их загнали туда силой. Клуб принадлежал певцу, у которого последний альбом вышел шесть лет назад. Но репортеры держали камеры наготове. Все из-за слухов, что на церемонии открытия появится Худжун. «Сейчас конец года. Худжун должно быть завален работой. Так зачем ему приходить на эту дурацкую церемонию открытия?» «Он действительно так близок с Джей-Джеем?» Спросил Сухван, затем подышал на объектив камеры и протер его. «Не знаю. Может, ему заплатили?» – проворчал Агиньон. После она схватила Сухвана за воротник и потянула его за собой. По пути, здороваясь со знакомыми, они дошли до свободных мест и сели, смешавшись с толпой. «Поговаривают, что клуб назвали в честь Бенни», – сказал кто-то из гостей. «В самом деле?» – ответил ему другой. Эти слова стали едва ли не откровением, и толпа тут же их подхватила. Люди стали перешептываться. Скорее всего, они сразу подумали о Худжуне. Ведь всем было известно, что, когда тот был моложе и жил в Америке, его звали Бенни. Фан-клуб назывался Бенни Джунс, вполне под стать семейному ресторанчику, торгующему итальянской пиццей. Может, у них были романтические отношения в прошлом? А что, вполне возможно. До сих пор, если поискать в интернете что-то про Джей-Джея, в топе запросов вылетит видео, как они вдвоем танцуют и энергично трясут бедрами на фестивале в Австралии. И это не единственный подозрительный момент. Откуда инфа? Ты работал с Худжуном? Бред какой-то, он же настоящий мачо. Это Худжун-то мачо? В каком месте? Джей-Джей обойдет его по всем параметрам. Два репортера, стоявшие рядом с Гэньон, насмешливо обсуждали сплетни об отношениях двух звезд. Вдруг кто-то закричал «Он здесь!» Гул пронесся по толпе. Повсюду засновали официанты. В ожидаем момент репортеры привели камеры в боевую готовность, достали диктофоны и столпились у сцены. Вскоре на сцене появился Джей-Джей в сопровождении двух рыжеволосых иностранок с пышными формами. Его появление было наполнено духом хип-хопа. Жаль только, что за последние шесть лет никто не почувствовал этого в его песнях. Словно голодные пирани, репортеры бросились к артисту, чтобы сделать удачные кадры. Джей-Джей же выглядел как белоснежка, приветствующая гномов с распростертыми объятиями. Глядя на происходящее, Гэньон оставила надежды протиснуться к сцене и собрать хоть какую-то информацию. Окружившие Джей-Джей и репортеры напротив наперебой начали задавать вопросы, ослепляя парня вспышками камер. Вот он, упертый дух истинного журналиста. Их глаза горели, а камеры были полностью сфокусированы на объекте, словно пытаясь его поглотить. Джей-Джей оглядел толпу, потер сверкающее золотое кольцо на пальце и удовлетворенно улыбнулся. Гэньон нахмурилась, увидев это выражение. «Сегодня ожидается много гостей, поэтому, надеюсь, вы немного подождете и насладитесь основной частью. И обязательно напишите хорошие статьи о нашем клубе. Договорились?» «Договорились». Тогда он сложил руки пистолетом и, как бы стреляя, подмигнул журналистам, на что получил порцию ответных выстрелов, а следом и холодных и саркастичных ухмылок. «Прекрасно», – пробурчал Гэньон. «Почему бы не закончить с этим побыстрее? На кой черт языком чесать?» «Над ним и так все журналисты ржут. Он реально этого не замечает или просто делает вид?» Послушав жалобу других репортеров, Гэньон вздохнула и пожала плечами. В этот момент Сухван обернулся и, увидев пустующую сцену, с усмешкой добавил. «Когда придет Худжун, давай быстро все отснимем и создадим себе долгожданную атмосферу конца года». Он похлопал Гэньон по плечу, но в ответ услышал тяжелый вздох. «И сколько его ждать? Мы не можем уйти без материала. А если он только под конец заявится?» Посетовала она и добавила. «Ладно, раз мы пришли только ради него, действуем по принципу. Вижу цель, не вижу препятствий. Покончим со всем одним махом и смотаемся». Гэньон вышла из клуба, чтобы проверить, нет ли на горизонте машины Худжуна. Он же наверняка должен приехать на личном автомобиле, поэтому Гэньон, озаренный этой потрясающей идеей, побежала проверять, чтобы в случае чего поймать исполнителя первой. Оглядевшись вокруг и не найдя того, что искала, она, с сожалению, вздохнула и хотела было уже вернуться в клуб, как внезапно ее внимание привлекла стоящая неподалеку машина. Она была похожа на ту, которой пользовался Худжун. Гэньон схватила телефон и набрала Сухвану, но тот не ответил. Он никогда не брал трубку на выездах. «Да чтоб тебя, ладно, придется разбираться со всем самой». Убедившись, что аккумулятор телефона полностью заряжен, она зашла в приложение камеры и приготовилась снимать. Напротив мигающей вывески клуба стоял небесный голубой Купер, в народе известный как Бенни Купер. Прозвали машину так, потому что она была любимой лошадкой Худжуна. У окна на заднем сиденье скучал парень, его ноги в белоснежных кроссовках притоптывали в такт доносившейся снаружи музыки. «Ты же только вернулся в Корею, обязательно туда идти. Это просто приглашение, а не шантаж. Поезжай домой и отдохни хорошенько», – сказал Джихян, глядя на Худжуна в зеркало заднего вида. Худжун смотрел на мерцающую вывеску клуба с явным нежеланием туда идти. Прикрывая рот с сжатым кулаком, он попытался откашляться. После череды концертов в Китае и Корее его самочувствие было не лучшим. «Давай купим лекарства, и я отвезу тебя домой отдыхать. Тогда я смогу хорошо отоспаться», – Худжун болезненно улыбнулся. Джихян поморщил лоб. Разбитый вид певца еще больше его разозлил. «Какого черта этот козел пытается выехать на твоем имени? Он теперь никто, и звать его никак. Когда-то еще не был популярным». Начал было свою тираду Джихян, но Худжун его остановил. «Однажды певец навсегда певец. Разве тебе его не жаль?» – проворчал он, повернувшись к менеджеру. «Ты все еще считаешь его своим коллегой. Уверен, что он думает так же», – фрикнул Джихян. Вздохнув, Худжун снова посмотрел на вывеску клуба. «Если я буду его избегать, он решит, что мы с Инхён крутим роман у него за спиной», – сказал Худжун. «Несмотря на то, что нас никто не слышит, ты все равно и слова плохого про него не скажешь», – пробубнил Джихян. Худжун лишь посмеялся над ворчанием менеджера. Он все понимал и знал, почему Джихян так остро реагирует. Когда Худжун встречался с Инхён, им обоим пришлось непросто. Проблемы тех времен до сих пор давали о себе знать. Еще больше Джихян злило поведение девушки. Даже теперь, когда у нее официально роман с Джей-Джеем, она все равно продолжала мучить Худжуна. Он не считал, что Инхён делала это специально или с каким-то злым умыслом, но проблема все равно не решалась. Инхён встречалась с Джей-Джеем, поэтому у нее не было права обижаться на Худжуна. Причем она это знала, как никто другой. «Разве Инхён не сама предложила расстаться? Почему ты вынужден идти туда, куда не хочешь, из-за беспокойства о ней?» Вновь услышав ворчание Джихяна, Худжун обернулся и усмехнулся. «Там будут и те, с кем я не проще повидаться». «Кто ты очень красивый?» – поинтересовался Джихян. «Не пойми меня неправильно», – неловко рассмеялся Худжун, потирая рукой лоб. «Я здесь, только чтобы не вводить людей в заблуждение и не плодить слухов. Теперь тебе понятны мои мотивы. Тогда погнали». Худжун ярко улыбнулся. Он еще посидел немного, закинув ногу на ногу, сомневаясь, стоит идти или нет. В итоге выбор пал на первый вариант. Открыв дверь, он почувствовал странное сопротивление, словно она во что-то уперлась, однако предотвратить столкновение было уже невозможно. «Ой-ой-ой!» – послышался женский вскрик и звук удара. Удивленный Худжун поспешил выйти и посмотреть, в чем дело. Высокая девушка держала в руках телефон с включенной камерой и раздраженно терла лоб. «Что за дела?» – негодовала она. Испуганный Джихян тут же выбежал на помощь. «Похоже, очередная Са Сен фанатка», – прямо сказал Худжун и отвернулся от девушки. «Са Сен – корейский неологизм, которым называют особо фанатичных поклонников, способных даже нарушить закон ради кумиров. «Вы в порядке? Почему вы стояли так близко к чужой машине?» Джихян, помогая девушке подняться, был поражен, увидев у нее в руках телефон. «Это то, о чем я думаю? Вы что-то снимали?» – резко спросил он, когда она встала. Худжун сердит вздохнул, глядя на гору вдалеке. Все эти слежки, когда игнорируется понятие личного пространства, ему уже изрядно надоели. «Я сначала зайду в аптеку. Разберись пока с ней, потом увидимся», – решительно сказал Худжун и сделал шаг. «Я извиняюсь», – язвительно крикнула ему вслед девушка. И, подрудившись обернуться, он поднял руку и сказал, «Какой бы преданной фанаткой вы ни были, это не оправдывает бесцеремонное вмешательство в чужую жизнь. Быть вы на моем месте, вам бы понравилось такое отношение». Худжун покачал головой и, не оглядываясь, пересек пешеходный переход. Таких грубиянов он даже за поклонников не считал, поэтому и относился к ним соответствующе. После того, как Худжун пропал из виду, Джихян попросил у Гэньон телефон. «Говорю же, я ничего не фотографировала, лишь хотела поинтересоваться, можно ли сделать снимок. Я в курсе, что без разрешения снимать и распространять материалы нельзя. Говорю вам, как Рея». Гнен из тех, кто за словом в карман не полезет, но посреди своего пылкого монолога она внезапно замолчала прямо на слове «репортер». Назовя на свою профессию, это могло создать еще больше проблем. «Хорошо, вот смотрите. Можете сами убедиться, что я говорю правду». Она открыла галерею и пролистала все фото и видео. «Прошу прощения», — угрюмо заговорил Джихян. «Ситуация довольно странная, поэтому мне нужно было проверить. В следующий раз будьте осторожны». Он вежливо извинился перед Гэньон и поспешно удалился. «Если конфиденциальность так важна, почему бы не поехать на машине, которая не будет, как сигнальная ракета, привлекать внимание?» Проворчала Гэньон, когда Джихяна уже не была рядом, и поникшая вернулась в клуб. «Черт, он был прямо у меня в руках», — подумала она. Увидев потрепанный вид Гэньон, сухван, возившийся с камерой, сказал, «После появления Джей-Джея в клуб пришло немало знаменитостей». Субтитры создавал DimaTorzok